как хорошо что есть на свете такая вещь как инстаграм ну как еще могли бы мы встретить друзей здесь в питере все там из нижнего северодвинска да и из питера друзья увидели мой пост единствен что здесь же отдыхаю я и позвонили оказалось что они тоже здесь сейчас поэтому мы все собрались у нас в отеле попить квас и что-нибудь еще покрепче для тех кто пить не завязал а также вспомнить был и не был поговорить поднять бокал за встречу за любовь за дружбу между народами людьми что честно здесь россии служат и источают оптимизм в нежданных встречах своя прелесть какой то в этом знак судьбы если друзей удалось встретить значит добро ждет впереди если врагов случайно встретишь знак это тоже неплохой значит судьба тебе привет шлет бодрит тебя не будь овцой приехали в питер и сразу же ну девчон встретятся родные и близкие только в питере вот наши родственники поэтому тут собрался международный коллектив практически между но межнационально это точно хохлы русские люди захотели шампанского свежего хоробникова и я просто порекомендовал испанского хорошего кала прекрасно шампанское а рассказать хочу случай о том как мы в детстве шампанское пили дефицит был жуткий не было ничего 16 лет а это было же как ну как сказать не то что престижно это было как и нам удалось это достать на новый год ящик шампанского 12 ящик и моего перепели потом просто конечно 16 лет ну как на шампанское играет играет шампанское тост его можно выпить но пить как напиток все время это перебор водку можно коньяк можно это все можно а шампанское тост ударили все разошли ну вот так вот рассказ про шампанское хорошо фирмерская моцарелла салат с тунцом а пармская ветчина нету у нас есть салат с пармской ветчиной а также есть ассорт итальянский закусок куда входит пармская ветчина давайте ассорти итальянский закусок туда входит сырокопченая колбаса пармская ветчина сырами с орехами ассорти сырой у нас выбор небольшой но ты клебай дронички то есть а говорит спрятан ходил зажать граники обязательно я хочу произнести старый старый советский тост ну во-первых за встречу то понятно за неожиданную что тут встретились людей за пока из депропетровска москвы из питера из севера двинец поэтому сама эта встреча предполагает произнесение этого туса помните за дружу между народами народностями национальностями и отдельными личностями но все приятно что сразу в этом ресторане принесли нам комплименте горячий хрустящий хлебушек с маслом и с каким-то соусом баклажанный соус и свекольный соус сделать себе я попробую я попробую я попробую вкусно не знаю что это вот это вот со свеклой там свекла с чесночком вот вот это вот вот это вот вот молодой человек нам порекомендовался из тунца с помидорами с оливками и с листьями салата какой-то потрясающе интересный соус очень вкусно прям нежный нежный вкус кучу что хочу сказать об этом ресторане вот это ресторан высшего класса потому что приготовить драники может только повар высокого класса так вкусно чтобы они хрустели и чтобы вот этот сливочный соус был очень вкусным а он не шампиньоны он из лесных грибов это изыск это очень вкусно а салат с тунцом вот казалось бы когда человек не понимает я про шеф пола если человек не врубается то он берет сложит туда в кучу все подряд вроде бы все правильно ингредиенты сложил а если таланта нет то это не блюдо это эклектичная смесь это тот же самый хэви метал попса шансон только в кулинарии а здесь человек понимает он сделал блюдо органичное это очень вкусный салат он сделал придумал соус который объединил все эти ингредиенты это это правильный подход любая вещь должна вырасти созреть они просто механическим кучу соединить это я хэви метал попса шансончик обращаешь но нельзя смешивать стиле в кучу это мерзко выглядели слушается мерзко играйте либо хэви метал либо попсу либо шансон и то и то и то прекрасный стиль все прекрасности или даже попса на которые все смеются ну когда вы устраиваете вот эту месила которая абсолютно безвкусно то это против а здесь повар великолепный фото но сегодня вечер разврата продолжается и обжорство поэтому после дранечка я заказал себе пенне с лососем и посыпанный пармезанчиком и с мяткой но это еще не конец я еще закажу десерт потому что повар тут высшего класса не знаю если у него мишленовские звезды но готовит он просто изумительно пробую и докладывать не ложка не нужна и так лосось под копченый чуть-чуть она твердовато чуть недоваренная это правильно размазня макаронная слегка твердовато подхрустывает на на зубах это правильно сделано очень вкусно я повторюсь еще раз повар высшего класса ресторан при газпроме великолепный завтра обедать будут здесь вот так вот всем привет ну чем порадовал еще этот повар а тем что десерт небольшой я не обожрусь это это тоже талант подумать о толстых боках клиента поэтому спасибо повару я уверен что это вкусно и немного я попробую а ну-ка медвячок великолепный пропитан сметанкой но вкусно ну что сказать о ресторане что в лахтоплазе размещен могу сказать что парижане сказали бы он не дурен а они знатные гурманы в еде французы знают толк и волосчук видел немало но впечатление произвел шеф-повар в этом заведении не выбором заморских блюд а тем что драники умеет готовить так с ума сведут даже капризного француза не говоря уже о нас русские даже белорусы вам сразу скажут это хрустящие именно так как надо соусом из лесных грибов во рту все тает аромата и вкуса праздник дар богу хочу сказать все было вкусно не только драники мои повар действительно искусны и вообще не подвели официант предельно вежлив как сомелье в вине знаток мы провели прекрасный вечер в кругу друзей любящих урок из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер волосчук волосчук у в у у у у у у у